Российская общественно-политическая, главным редактором которой я являюсь, и здесь есть статья председателя Федерации профсоюзов России, товарища Ковалева, «Наука побеждать». Он же президент Федерального профсоюза обедиспетчеров России. По-моему, я кому-то давал? Вот могу дать вам. Здесь материалы Российского комитета рабочих. Это нам интересно и полезно почитать по курсу. И выступление Ковалева, и вот материалы этой самой. Пожалуйста. Что-то Дима сегодня хмурытый. Ещё со мной не поспорил, наверное. Мы поспорим ещё сегодня. Знаешь, Дима, какая песня была любимая у Ленина? Не знаешь? «Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней». Тема сегодняшней лекции – коллективные переговоры. Вот то, что Дима как раз хотел, он нас убеждал в прошлый раз, что вот мы сядем на завалинку вместе с работодателем, обнимемся и начнём друг другу говорить всякие добрые слова. И в итоге всё, договоримся и подпишем. Поэтому мы должны по-серьёзному рассмотреть вопросы переговоров, посвятить этому время и, если надо, обсудить. Но я хочу вначале спросить, есть ли у нас товарищи, которые готовы сделать доклад по коллективному договору? Потому что им зелёная улица. Или ещё нет пока? Пока нет, да? То есть очень серьёзно подходят все товарищи. Очень глубоко готовятся. Понятно. Коллективный переговор. Если мы откроем с вами Трудовой кодекс России, на который я ссылаюсь неоднократно, это вот для вас основной материал, потому что конфликтолог первое, что должен делать, думать о том, чтобы стороны не выходили за рамки закона. Есть такие товарищи, которые думают, что закон объясняет там, что надо делать. И это неправильно. Закон объясняет, что ничего нельзя делать. Поэтому никакой закон вам не напишет, что именно нужно делать и зачем. И вот в этом самом Трудовом кодексе говорится о том, что представители работников имеют право на коллективные переговоры с работодателем. Право дано такое. Для того, чтобы этим правом воспользоваться, ну, понятно, надо сначала стать представителем работников. Или работники, чтобы таким правом воспользоваться, должны так или иначе сформировать себе представители. О чём мы говорили в прошлый раз. Или это профсоюзы, или это можно делать, так сказать, в явочном порядке, когда имеются представители работников, они избираются на конференции или на собраниях, ну, по единой повестке дня, чтобы большинство за них проголосовало. Ну вот, если эти представители есть, мы будем исходить сегодня уже из того, что есть представители работников, которые написали соответствующий документ о том, что они являются законными представителями работников и предлагают провести коллективные переговоры. Согласно закону, работодатель не имеет права отказаться от проведения коллективных переговоров. Вот, по-моему, тебе Дима очень должно понравиться. Он не имеет права отказаться от того, чтобы поговорить. А ему предлагают просто пока поговорить. И сколько времени даётся на то, чтобы вот все мечты, которые были у Димы развеять, даётся на это дело три месяца. То есть через три месяца такой вот Дима, который начинает переговоры с надеждой на то, что вот он сядет и обратится с добрыми словами и так далее. И когда он посидит три месяца на этих переговорах, он тогда узнает, что если есть объективные противоречия, их словесными способами так просто не разрешишь. Но если есть такая возможность, то на всякий случай государство, исходя из вот таких добрых пожеланий, они учтены Государственной Думой, исходя из этого, не только выделило три месяца на переговоры, три месяца можно вести переговоры. На это время представители работников освобождаются от производительного труда с оплатой по среднему до трёх месяцев. Но если переговоры и дальше продолжаются, если стороны хотят дальше продолжать, то есть, скажем, те представители, которые были, вот, допустим, раз, два, три, меняются. Вот теперь будет раз, два, три. То есть вот одни и те же работники больше трёх месяцев не могут освобождаться от работы с оплатой по среднему. Это не значит, что они с утра до вечера переговариваются. Они же представители работников, поэтому они должны очень хорошо представлять, чем дышат работники, и каждый раз свои шаги докладывать. Если я представитель некого коллектива, я должен каждый раз докладывать, что я кому и как вещаю тут. Правильно? Я это и докладываю. У нас есть кафедра, которая рассматривает программы, программы сдаются в соответствующие подразделения. Программы для всех вузов, кроме Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского и Московского, утверждаются ли согласовываются, в министерстве. Наши не согласовываются, поскольку был специальный указ президента, что два вуза от этого освобождены. То есть кафедра, если надо ученый совет, если надо методическая комиссия факультета, вот они следят. Но это вот, скажем, в нашем случае. А в случае, если вы назначены представителями работников, то вы, следовательно, будете постоянно общаться с работниками, то есть вы можете к ним приходить. Когда вы к ним можете приходить? Я, допустим, работаю, у меня опасная работа, а вы мне подходите и начинаете со мной разговаривать. Что может из этого получиться? Ничего хорошего. Поэтому когда можно подходить к работникам и с ними разговаривать? Во-первых, у них есть обеденный перерыв. Они с удовольствием будут слушать БТО-брат и слушать, что было на переговорах с администрацией. С удовольствием. И второе, они не только будут слушать, но и будут высказывать, причем в довольно резкой форме. Может быть, более резкой, чем мы тут дискутируем с вами. Что они думают по поводу этих переговоров и по поводу поведения своих представителей. Вы пришли к их докладу, как вы их представляете? Они говорят, да нам таких представителей и так далее. Что вы там с ними так действуете? Когда это дело кончится и какие будут какие-то результаты? А уже идет первый месяц, потом второй месяц. Вы каждый день приходите и уже боитесь туда заходить. Чтобы могут дверь толкнуть так сильно, что можно и ударить. Короче говоря, вот это вы в обеденный перерыв. Во-вторых, есть в некоторых производствах всякие перерывы для обогревания и так далее. Можно с ними встречаться, когда еще? Когда они приходят на смену. Допустим, в докеры у них 12-часовая смена. Вы можете к ним прийти где-нибудь с 7 до 8 и там потолковать. С 7 утра до 8. А для этого надо встать в 6-5 часов и, так сказать, забраться до этого подразделения, до этого предприятия и, так сказать, побеседовать. А потом вечерком можете с ними побеседовать, когда 12 часов работы у них закончатся. Вот вечерком. Есть люди, которые с ночной. Это не очень хороший случай, когда с ними беседуют, потому что с ночной они не очень внимательно, наверное, слушают после 12-часовой смены и не всегда в состоянии все воспринять. Короче говоря, это еще большая проблема. И вот после смены могут проводить профсоюзные собрания или собрания бригад, в ходе которых вы можете им докладывать и выслушивать, что они по этому поводу. И самая главная задача тех, кто участвует в коллективных переговорах, если они представителями, быть этими представителями, то есть сообщать им, как идут переговоры и согласовывать свои действия с ними. Причем на переговорах это выглядит примерно так. Представитель работодателя, а это может быть первый заместитель генерального директора, главный экономист или еще главный юрист, они получили совершенно соответствующие инструкции. Инструкции очень простые. Если вы сдадите такие-то пункты, вы больше у меня не работаете. То есть иногда кажется, что вроде люди умные с вами разговаривают. Вот с надеждой к ним подходишь, объясняешь, они все понимают, и потом вдруг как стена, потому что им сказано, что если вы по этому пункту уступите, то больше вы здесь не работаете в отношении работников остальных. Так не получится. Они на неопределенный срок. А вот обычно такая командная верхушка набирается собственникам на специальные договоры, в которых записано, что они по первому заявлению с выходным пособием отправляются на свободу, увольняются. Поэтому их уволить ничего не стоит. Поэтому в известном смысле им хуже, чем работать. У них большие зарплаты, но они быстро могут лишиться всех этих зарплат. Это тоже нужно учитывать. То есть, иногда вы разговариваете, так вроде видите, что понимаете, что умный человек, потом как обстенка у гороха. Почему? Значит, ему сказали, что вот этот вопрос – табу. Ну, точно так же вы ведете переговоры, идете на уступки, аргументируете, принимаете аргументы, а потом приходите в бригаду, а вам говорят, если ты такое сделаешь, лучше к нам и не приходи больше. Тебе тоже. То есть, как бы у каждого есть большой балда. Есть меньшой балда, который на переговорах сидит, и большой балда есть у работодателя, а есть у работников. А большой балда кто? Это вот сами работники, которых вы представляете. Если вы их представляете, вы должны делать. А если, скажем, речь идет о конфликтологах, то они как бы должны метаться и туда, и туда, и с одними беседовать, их тоже, так сказать, склонять к возможному компромиссу, и других. А есть такие компромиссы? Вот Дима со мной спорил, придумал хоть один случай когда можно найти компромисс такой чтобы выгодно было и работникам и работодателю какой-то случай то что ну так вот какой-то случай когда когда мы проводим такое изменение которое улучшает положение работников и работодателя я думал вот так вот него со мной сражался что он что-нибудь его придумает и сейчас такой обнародует народ ахнет народ чего не слышит пока ну вот допустим если вы говорите что цены нельзя повышать потому что ему там сверху за это влетит он может это компенсировать чем-то другим например почему все на нельзя повышать кто этого заработной платы я имею но то есть человеку ну то есть у них есть требование повысить заработную плату работодатель так говорит чтобы не могу я повысить вот меня за это сверху прибил у нас договор коллективно такое я вот я спрашиваю на нашли какой вариант какой вариант компромиссные нашли нет не нашел на какую конфликтолог не нашли компромиссного варианта вас разорвут на части те та и другая сторона то есть вы ни одной стороне ничего не сделали ни второй стороне значит одна сторона вот к себе потащит другая другую к себе и разорвет значит вот если мы с вами ищем такие возможные варианты действий которые могут удовлетворить интересы и той и другой стороны при их противоположности мы когда говорим про противоположности не забываем философии то наверное знаем что противоположности находится всегда в единстве противоречие это не только борьба но и единство противоположности вот надо видеть а в чем тут есть единство но ясно что одно предприятие во первых если предприятие рухнет не 1 не выиграть не вторые все проиграют вот уже единство интересов то То есть надо думать, как сохранить предприятие, а не о том, как его угробить. Это раз. Второе. Надо смотреть вперёд. Конфликтолог должен думать не о том, как мирить стороны. Это пустое занятие, потому что они просто так не враждуют. Они, между прочим, заняты организацией производства. Предприниматели заняты организацией производства, а рабочие, между прочим, заняты трудом. Поэтому тут что значит их мирить? То есть они делают общее дело. Они выпускают какую-то продукцию, они обеспечивают какие-то необходимые операции и так далее. Поэтому надо смотреть вперёд. На какой основе может разрешиться противоречие? На основе прогресса. Какого? Прежде всего, научно-технического. Что означает научно-технический прогресс? Научно-технический прогресс применительно к предприятиям промышленным. Что означает, что внедряется новая техника и технология? Она внедряется, новая техника, по двум каналам. Первый канал – это так называемая амортизация. Все знают, что такое амортизация? Или не все? Все знают, что означает слово «морт»? Ну хорошо. Сальто-мортали. Слышали такое выражение? Нет? Из Альянской. Сальто-мортали нет? Нет. Смертельное сальто. А, мордокомбот. Морт – это смерть. А это отрицание. Амортизация – это не умирание. Чего? Техники. Ну техника стареет же. Люди стареют. Они живут, скажем… Сейчас написали, что у нас в сегодняшней газете, которая вот с таким вышла интересным разворотом про 19-й съезд КПК, уже не знают, что это у нас газета то ли правительства, то ли коммунистической партии. Все в таком красном свете. КПК – это? Про съезд КПК. Вот наша российская газета, орган правительства, вот с таким разворотом вышла. И вот в этой же самой газете рассказывается, выступает Вероника Скворцова и говорит, что мы достигли министра здравоохранения, что у нас средний возраст 72 с половиной года стал. Не средний возраст, а возраст жизни. Продолжительность жизни. 72 с половиной года. Правда, она не говорит у мужчин или у женщин. Она говорит в среднем. Очень сильно различается. У мужчин, которые заняты более вредным трудом, намного средний возраст ниже, чем у женщин. Может быть, потому что женщины на воздухе с колясочками ходят, и пока мужчины валяются на диване и смотрят телевизор, они в это время работают, все время работают. А движение – это жизнь. Уж не знаю почему, но во всяком случае вот так это выглядит. И вот это время жизни. А у техники тоже есть время жизни. Но если у техники время жизни и физическое, то есть она будет работать. Я, например, был на Балтийском заводе, видел там станки 19 века стоят, обдирочные. Они работают. Или немецкие, которые трофейные, их поставили, они еще работают. И так далее. Или советские станки. Или, как вы знаете, бывают новые, быстрее ломаются, чем хорошие старые. Поэтому, если вы пойдете и посмотрите, во всяком случае, вряд ли вы могли прочитать или услышать что-нибудь про возраст наших станков. Как вы думаете, какой у нас средний возраст наших станков? Вот мы слышим то, есть брокеры, есть люди, которые инвестиции занимаются. Под инвестиции понимается вложение, не пойми, куда попало. То есть в какие-то фонды, в какие-то бумаги. Потом эти бумаги в другие бумаги. Потом их можно заложить, получить кредит. И так далее. Как делали, делали в Америке. Потом, значит, кризис разразился. Потому что весь этот бумажный пузырь финансовый лопнул. И, соответственно, разразился кризис восьмого года. Так вот, какой у нас возраст техники? У нас старая техника на предприятиях, в основном. Старая. В частности, потому что станкостроение за девяностых годов практически было полностью уничтожено. Вот сейчас появилось такое предприятие «Стан», которое, сотрудничая с Министерством промышленности и торговли, начинает выпускать снова современные станки. А так у нас станков и вообще в последнее время практически не выпускалось. А если не выпускались станки, то, естественно, они не заменялись. Если не заменялись, то сломался станок, и всё. Мы покупали станки где? В Германии, в Америке, во Франции, в других странах. В связи с санкциями там мы уже купить не можем. Где мы можем купить? В Китае. В Китае выпускают станки, которые изначально были нашими, переделанными. А сейчас они уже там вполне приличные станки. В Китае, на Тайване, который к санкции не присоединяется, который является страной, которая как бы входит в Китай и не входит. Это там другой общественный строй. Но станки нам продаёт. Белоруссия нам продаёт станки. И всё. Поэтому даже при всём желании обновить технику, её не очень-то обновишь. Но, кроме всякого желания, надо сделать так, чтобы была прогрессивная норма амортизации. Что такое прогрессивная норма амортизации? Ну вот сколько должен быть возраст станков, как вы думаете, чтобы они отвечали современным техническим или требованиям технического прогресса, нововведений, цифровой экономики и так далее? Сколько? Какой возраст? А? 20. 20. Ну что, 20? Ничего себе, 20. 20 – это стареёво. Ну, лет 5. А? Лет 5. Ну, лет 5, ну, 10 как минимум. Вот цикл обновления техники, надо из этого исходить, не из того, что мы бы сейчас придумывали, догадываться бы, цикл обновления техники 9 лет, но будем считать 10 для ровного счета. То есть станки должны быть 10-ти летнего возраста. Это значит, сколько их менять надо каждый год, какую часть, чтобы они всё время были 10 лет? 10 процентов. 10 процентов ежегодно. Ну, когда вы будете менять эту технику, вы же не будете такую же старую, которая технику, какая была 10 лет назад. Правильно? Значит, вы поставите новую. Поэтому сама по себе вот этот процесс замены техники, амортизации, то есть не прибавления техники, не расширения новых каких-то… Не расширения поля производственного, а в рамках одного и того же поля, уже это действие даст прирост чего? Производительность труда. Потому что производительность труда от чего зависит? От того, быстрее я буду делать? Если я буду быстрее делать, это производительность? Это интенсивность труда или интенсификация труда? Это будет интенсивность труда. То есть если я быстрее делаю и трачу больше затрат в единицу времени труда, а из-за этого получается больше выпуск продукции, от того, чтобы я быстрее совершаю движение, это не является производительностью труда, потому что увеличивается расход труда и, соответственно, увеличивается выпуск продукции. А в расчете на единицу продукции то же самое. А вот повышением производительности труда является такой процесс, который приводит к уменьшению затрат труда на единицу. Вот если уменьшается, есть такое понятие экономическое – трудоемкость. Это количество труда в единице изделия. Если трудоемкость уменьшается, вот это самый точный показатель роста производительности труда. От чего это зависит? От новой техники. Ну, если она освоена, если она применяется. Если новая техника применяется, растет производительность труда. Производительность труда растет еще по другой причине, потому что прибавляются станки и машины. А что такое прибавляется? Вот когда вы возьмете, так сказать, бухгалтерию работодателя, вот есть затраты, а есть прибыль. Вот из этой прибыли, часть этой прибыли направляется на расширение производства. Не так, что сидят и ждут, когда из-за границы привезут инвестиции. А вот есть часть прибыли, так вместо того, чтобы отправлять часть этой прибыли на расширение, на создание новых высокопроизводительных рабочих мест, на приобретение новой высокопроизводительной техники, на освоение новой технологии и так далее, и, соответственно, на увеличение числа работников, может быть, не в такой пропорции, потому что современная техника требует, может быть, меньше работников на такое же количество продуктов или на такое же количество техники. Вот эта норма называется норма накопления. То есть, с одной стороны, надо бы иметь норму амортизации в районе 10%, то есть, чтобы за 10 лет менять технику, это не делается в нашей стране сейчас. У нас есть такие коллективы производственные, у которых норма амортизации 100 лет. А чем хороша цифра 100? Знаете, есть анекдот про Хаджауна Средина. Хаджауна Средину обещал научить Ишака говорить. И пообещал это дело... Минуточку, я прижусь. Да, слушаю, Глеб. Здравствуйте. Если можно, я бы вам перезвонил, как закончится лекция. Ага. Спасибо большое. Ага, у меня лекция сейчас. Вот. Так вот. Приятель говорит на середину, что же ты сделал? Тебе же натрубит голову, если ты не научишь. Ишака говорит. Так это, говорит, 100 лет. За 100 лет или я умру, или Ишак умрет, или Эмир умрет. Поэтому, если такая мера, это пожалуйста. Поэтому норма амортизации, вот этого нет в современной экономике. Это одна причина, по которой все вот те проблемы, о которых мы говорили, там и конфликты, между прочим, между работниками и работниками обостряются. Когда мало, когда у нас мало еды, вот или вам больше съесть, или мне больше съесть. А когда у нас достаточно, у нас это вообще не предмет спора, правильно? И так далее. Это раз. Второе, значит, вот норма накопления, это доля прибыли, которая отправляется на новые рабочие места и, следовательно, на зарплату новым работникам. Или на повышение зарплаты тем работникам, которые уже есть. Норма накопления. То есть, они будут работать на более современные техники, получать более высокую зарплату. А какой будет итог? Вот итог зависит от соотношения производительности труда и зарплаты. Если производительность труда растет быстрее заработной платы, что происходит с зарплатой? Надо, так сказать, вот в этих вопросах, когда какой-нибудь конфликт, мы должны в нем разобраться, в том числе и в экономической стороне дела. Если происходит снижение затрат зарплаты на единицу продукции, когда это происходит? Ну, когда зарплату уменьшают, да? А другой вариант такой, что зарплату не уменьшают, а поднимают, а производительность труда поднимается еще больше. Тогда количество товаров увеличивается в большей степени, чем возрастает зарплата. И на единицу продукта происходит уменьшение доли заработной платы. Заработная плата в затратах на производство продукции сокращается. Когда? Всегда, когда производительность труда превосходит зарплату. Поэтому, если работодатели и работники договорились, что работодатель приобретает новую технику, а работники ее осваивают, работодателям повышают зарплату, но они повышают производительность труда в большей степени, чем им повышают зарплату, что происходит? У работодателя увеличивается прибыль. Почему? Ну, если доля зарплаты в единице продукции сокращается, значит, и сдержки производства сокращаются, значит, цена та же самая, выпускная. И, значит, получается, что прибыль растет, что и требуется, и что нужно работодателю. Это его прямой интерес. То есть, прибыль у него растет, это можно работодателю вполне объяснить. Я вот объяснял это генеральному директору первого района в порту, он вполне это все понял. Вот, ничего такого нету непонятного. Значит, вот есть такое решение, которое может быть использовано для того, чтобы эту проблему разрешать. Не просто, так сказать, что мы будем перетягивать канат в условиях неподвижности, так сказать, если мы не берем во внимание изменения, какое будет в производстве, какое будет произменение во времени. Если во времени будет технический прогресс. Но если мы обратимся назад к истории развития, то мы можем сейчас констатировать, что сейчас все-таки зарплата у людей выше реальная, чем она была, допустим, в 13-м году или в 1898-м. А производительность труда в каких масштабах выросла, все время это меняется. Поэтому нельзя разрешать конфликты, не беря во внимание развитие производительных сил. Нельзя. Если мы этого не берем во внимание, а просто рассматриваем двух субъектов, которые сидят за столом и, так сказать, пререкаются друг с другом. Это не тот подход. Вот поэтому такое совершенно определенно возможно. Вот почему по обе стороны должны думать о том, как разрешить эту проблему, повысив и производительность труда, и зарплату. Вот в 24-м приложении, в того коллективного договора, который я вам дал, и который мне удалось удержать, и поэтому на Новый год, если вы посмотрели уже, на Новый период, там уже нет этого приложения. Там прямо привязано повышение зарплаты к росту производительности труда. А там рост производительности труда связан с увеличением переработки контейнеров, ТЭУСы. Все приводится к 20-футовым контейнерам, и вот если там есть рост, то, соответственно, повышается зарплата обязательно. И это записано в 24-м приложении, которое подписал товарищ генеральный директор, и, так сказать, мы его на переговорах убедили. И я в этом участвовал, и он так слушал, с большим вниманием, и, так сказать, так, когда он подписывал договор, вот, он договор выглядело примерно так. Взял ручку, говорит, жаба душит. А потом взял и подписал. Южилин его фамилия. Сейчас там другой генеральный директор. Ну и, видимо, вот он, если бы не захотел осуществлять это, это означает, что вот кое-какие позиции в новом коллективном договоре могут быть хуже, чем в старом. Потому что может смениться ситуация кадровая, и может не быть такого понимания. Сейчас лекция, я перезваниваю после лекции. Поэтому ситуация такая. На переговоры нельзя смотреть на такие посиделки, где просто встречаются люди и, так сказать, разговаривают. Во-первых, надо подготовить фундаментальные документы для переговоров. То есть, если я прихожу с вами переговариваться, я приношу, так сказать, известный документ. Ну, грубо говоря, вот я вам принёс проект коллективного договора, считайте, что я вам принёс проект, а вы, так сказать, работодатели. А вы хотите его берите, а вы хотите, не берите. Работодатели тоже могут принести свой проект. Правда? То есть, это должно быть и обсуждение тогда этого документа идёт по пунктам, по разделам. Вот, давайте, этот раздел, вот этот, это три месяца, получается, не очень много. Вы посмотрели, сколько там пунктов? И все спорные. И по каждому можно поспорить. И этот спор тогда будет не вообще спор, что я, так сказать, вот вы плохой, а я хороший. Этот спор будет по конкретным совершенно. И наверняка по целому ряду. Например, ну, понимаете работодатели, что если у меня не будет спецодежды соответствующей, то и производительности труда никакой тоже не будет. Или не будет обеспечена охрана труда. А если не будет обеспечена охрана труда, то будет, скажем, несчастный случай. Это к чему приведёт? Это приведёт вплоть до того, что могут и к уголовной ответственности привлечь работодателя. Потому что он не обеспечил соответствующих безопасных условий труда. И всегда, когда происходят несчастные случаи, у нас их десятки тысяч в течение года на предприятиях. Десятки тысяч. Всегда разбираются и обязательно присутствует представитель профсоюза. Если есть профсоюз, но если нет, то и не присутствует. Потому что есть ещё и желание и в таких случаях свалить всё. Но это он сам виноват. Потому что он нарушил технику безопасности. А бывает техника без опасности? Скажите, пожалуйста. Техника бывает без опасности? Когда техника безопасности вместе пишут, то это понятно. Это просто некий курс. А вот сама по себе техника. То есть, как бы вы ни соблюдали, и что бы вы ни делали, вот скажем, если у вас есть автомобили, это техника. И вы, конечно, правила движения соблюдаете. Но, как вы понимаете, то одно произойдёт, то другое. Вот недалее, как вчера, гражданин выехал на красный свет и ударил маршрутку. Маршрутка перевернулась там. Тяжёлые ранения его, в том числе у детей. Ну, потому что техника, она потому и техника, что она имеет скорости, такие, которые могут, в случае чего, привести к очень тяжёлым последствиям для здоровья людей. И смертные случаи у нас есть на производстве, и много. И от этого мы не избавились. И вот эту тему, как бы, и статистику особенно вы не найдёте, потому что как-то не очень принято про это говорить. Но у нас, так сказать, постоянно люди погибают. Так сказать, как на производстве идётся постоянная война. С чем? С техникой. Или техника с нами, да. А что будет, если... Ну, не докажешь, что это он случайно? Какая работодательность в ответственности? Что будет... Ну, да, что будет с работодателем, если у него погиб на производстве? Ну, если это... Какие последствия? Если человек, он, скажем, могут обязать работодателю выплатить значительную компенсацию там. Или содержать до конца жизни их. То есть, ну, человек перестал инвалидом, не может передвигаться. У него нет источников существования никаких. Значит, вот, могут по решению суда, ну, скажем, вот оценить эту сумму, допустим, 50 миллионов и заставить выплатить. А уголовные можно дать? Может быть, если он... Если были нарушены эти правила, такие, которые предполагают уголовную ответственность. Если работодатель нарушил правила. Потому что если он по неосторожности... Вот в Уголовном кодексе во всех статьях написано по неосторожности или умышленно. Если по неосторожности, это одна ответственность. Если умышленно, она значительно более... Большая и более строгая ответственность. Поэтому всегда нужно лечать, а по какой причине? Вот у вас старый утюг, вам надоел этот утюг, открыли форточку, выкинули утюг. А там проходил человек, ему попало по голове, он умер. Это что произошло? Убийство по неосторожности. А вот если вы подойдете к человеку, утюгом его по голове, то это умышленное убийство. Тут вас закатают далеко и глубоко. А тут, скажем, тоже могут три года дать. Чтобы не выкидывали утюги. Чтобы пример с вас не брали. Бывали случаи, когда коляска с ребенком стоит, а кто-то бутылку выкинул. Бывает же такое? Вот так, раз, он выпил бутылку пива и бросил форточку. Раз, и там ребенок, все. Колец. Ну, раз мы с вами тут назвались конфликтологами, то нам надо иметь в виду, какие бывают конфликты самые разные. Бывают и такие. Короче говоря, вот мы с вами нашли, во-первых, такую линию, в которой можно искать компромиссы. Во-первых. Но, во-вторых, надо ее проработать, чтобы она касалась всех сторон жизни. Но если люди будут болеть, какая будет производительность труда? Значит, работодателю надо объяснять, что он заинтересован в том, чтобы у вас здоровые были работники. Правильно? Есть два пути обеспечивать здоровых работников. Вылечивать их – это называется медицинский подход. Или укреплять здоровье. Это не медицинский подход. Правильно? Что вы предпочитаете? Когда вы заболеете, чтобы вас лечили, значит, в клиниках отличных, высокотехнологичными средствами, и применять необыкновенно эффективные лечебные медикаменты, или вы поедете в горы, отдохнете, покатаетесь на лыжах, приедете с румяными щеками, с хорошим настроением, и будете спокойно работать. Это и учиться хорошо, и, скажем, ставка должна быть на то, что должно быть много домов отдыха, много пансионатов. Правильно? Для людей, которые не сильно, так сказать, но есть у них некоторые нарушения здоровья, в санатории, чтобы они там и отдохнули, и погуляли по берегу моря, и в то же время могли бы и поправить свое здоровье, и так далее. А если мы будем ставку делать на то, что если ничего не расстраивать, если что-то с вами случится, вас вылечит, наскоро и вас привезут, сделают срочно операцию, и потом вам дадут костыли. Так что в последнее время, как вы, наверное, заметили, склоняется у нас решение этой проблемы в сторону применения медицинских средств, потому что пансионаты, дома отдыха или закрыватели, они очень дорогие стали. Да невозможно. Раньше, скажем, фонды социального страхования были в распоряжении профсоюза. Фонды социального страхования содержат в себе средства государственные. А распределял эти средства профсоюз. Профсоюз распределяли, они наиболее близки к работникам. Не так близки, как чиновники. А сейчас чиновники распределяют. На что я вам буду давать? Я лучше своей жене дам путевку, чем ему. И все. Поэтому, то есть, такого контроля нет. И поэтому даже при значительных средствах социального страхования, они при таком распределении, которое сейчас без всякой связи с профсоюзами делается, они эту проблему не решают. Ну вот, если какой бы вы раздел не взяли, коллективного договора в нем, есть такие пункты, от которых зависит производительность. Если одежда у меня плохая, несвободная, я не могу соответствующие движения делать. Если она рвется все время, или она грязная, или она мокрая становится, потому что человек может вспотеть, там жарко может быть. Разные температуры. В литейном цеху сколько градусов может быть летом? 40 градусов. И нужна соответствующая, и соответствующие должны мы работать. Вот я после своей работы, что должен делать? Ну, взял, так сказать, портфель и пошел домой. А что должен делать рабочий литейного цеха? Он должен пойти в душ. И пока он не вымоется, он оттуда не уйдет. Я вот был на Красном Соруме и встречался с товарищем Егошиным. Вот у него руки были такого же цвета, как вот у Димы Шарша. Вот не так, как куртка, она светлая у тебя, светлая. Да, вот даже даже нет, вот ближе к оклашею. Черный, самый черный свет. Вот такие руки черные совершенно. Некоторые вообще не могут отмыть свои руки, потому что они имеют дело с маслом или с вешаемыми частицами металла, поэтому, или так, вы, наверное, видели портреты шахтеров, у них вот морщины, и в них въелась угольная пыль. Я уже не говорю о том, что угольная пыль попадает у них в легкие. Разве научно-технический прогресс не справляется с этим? Ведь все меньше... Научно-технический прогресс справляется. Научно-технический прогресс разработал совершенно безопасный способ добычи угля, гидроспособ. Когда туда воду, она размывает этот самый воль, его поднимают насосами наверх, а это именно там, где очень много метана, где взрывы опасные. И там никаких взрывов нет. Вот новые пришли предприниматели после 90-го года, они это не используют, вот подите им, разъясните, это затраты требуют. Они посылают рабочих, они работают в этих условиях, время от времени взрыв газа метана и убивают очередное количество рабочих, что происходит у нас в последнее время. То есть не используется, вот поэтому... Поэтому вопрос о техническом прогрессе и о безопасности, это вопрос не только предпринимателей, вот работники, представители работников должны в соответствующем разделе техника безопасности, обеспечения безопасных условий труда, они должны на этом настоять. И использовать для этого любые средства, потому что лучше сделать забастовку, чем отправиться на кладбище. Иногда так стоит вопрос. То есть переговоры, это очень содержательный процесс. Надо иметь, так сказать, всю палитру, которая описывает всю производственную жизнь, и все стороны этой производственной жизни, в том числе и стороны, связанные с производством. Когда человек закончит, он будет, так сказать, какую пенсию он будет получать. Потому что если у вас маленькая зарплата, то и пенсия будет маленькая. И вы, наверное, наблюдаете, как приходят старушки и покупают не нормальную морковку и картошку, а подгнившую морковку, подгнившую картошку по одной штучке и идут домой. Потому что у них нету на это средств. Вот дорогая наша министра написала, что у медиков зарплата 52 тысячи в месяц. Не знаю, откуда она такую цифру взяла. Дело в том, что я вот по, скажите, у меня была травма ноги, и я лечился в 122-й больнице. Не лежал там, а приходил туда. Полтора месяца лечил. И со мной разговаривал заво-отделение. Он говорит, мне, говорит, Родина дает 9 тысяч рублей, кандидат медицинских наук. А вот эти остальные, которые они засчитали в зарплату, это он дополнительно должен работать на дополнительных работах еще сверх нормы в платных формах. Пожалуйста, тогда вы можете набрать себе. Ну, это вроде того, что я, допустим, у меня зарплата 52 тысячи, а я могу пойти в другой вуз и там еще получать. Пожалуйста, иди и получайте там еще. Ну, там 52 я не получу, поскольку здесь у нас ОЦО, особо ценный объект. Ну, 40. Пожалуйста, будете 90. А можете еще в третий вуз пойти, и нет ограничений, и там еще получите. Еще 40. Только жизнь будет ваша недолгой, и времени для развития не будет. Потому что, скажем, ну, хорошую лекцию, чтобы прочитать, надо, между прочим, долго подумать на эту тему. А для того, чтобы долго подумать, что нужно иметь, нужно иметь времени немало. Поэтому, сказать, халтуру можно сделать очень быстро. А хорошая требует, что надо написать на эту тему, надо еще книгу написать. Всесторонние это проработали, а не просто так вот вышел по принципу, что я вот научился и языком крутить. Языком крутить это ищет. Тут нет содержания. Содержание – вот что важно. То есть, вот переговором должны готовиться стороны. И та, и другая сторона. И много они найдут точек соприкосновения, обязательных, от которых зависит будущее предприятие, единство. И повышение производительности труда. Вот и цель должна быть. Если производительность труда, но если производительность труда повышается, а зарплата не будет повышаться, значит, будет происходить следующий процесс. Всегда, когда приходит новая техника, требуется ее освоение. Что такое освоение? Переобучение. Там по-другому, там рычаги и кнопки. Это требует значительных усилий и так далее, привычки и прочий затрат. Если работодатель пожалел денег на то, чтобы соответственно повысить зарплату и организовать обучение, то эта будет техника неосвоенная, а неосвоенная техника скоро сломается. Никто не будет ее специально сломать, а просто она не будет работать должного, и все. Поэтому обязательно, приобретая новую технику, иногда надо разъяснять работодателям, необходимо продумать повышение зарплаты тем, кто будет ее осваивать, иначе она так и уйдет. Потом некоторые работодатели рассчитывают, что они будут всесторонний контроль осуществлять. Но как вы в кабину современного погрузчика, который в порту трехэтажного, и вычислительная машина там стоит, как вы залезете? Там охранник будет сидеть и смотреть, какие операции делает рабочий. То есть надо сделать так, чтобы рабочему было выгодно быстрее действовать, быстрее и лучше работать. А для этого он должен знать, что у него есть перспектива. А если у него перспектива такая, что у него в будущем году будет хуже, чем в прошлом. Или, как говорят экономисты, они так поздравляют с Новым годом. В следующем году мы будем жить лучше, чем через год. И если будет такое поздравление, то, естественно, никакого трудового энтузиазма вызывать это не будет. А у нас сейчас картина в нашей экономике именно такова. За последние три года реальные доходы граждан сократились на 10%. То есть вы работаете, а жить будете хуже. Или, как Дмитрий Анатольевич говорит, денег нет, а вы держитесь. правительство должны заниматься этим делом, внедрением новой техники и, соответственно, повышением реального содержания зарплаты, что написано в законе. Это мы же говорим с вами не о том, что у нас просто взбрело в голову, а о том, что предполагается самой организацией дела. и предполагается законодательством России. Вот таким образом. Значит, могут быть в этом процессе какие-то споры, дискуссии, конфликты. Могут быть, безусловно, но какие бы ни были конфликты, вот этот период такой длительный дает возможность надеяться на их благоприятное разрешение или он окончательно убеждает стороны, ту или другую сторону, что если за три месяца не удалось разрешить эти конфликты путем переговоров, вот, скажем, такие люди, как Дима, их там, наверное, в рабочей среде человек, может быть, процентов 60 или 70. Они думают, нет, вот мы поговорим, объясним, и нас поймут, и так далее. Они говорят, 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 при чем такого же Диму избрали, вот он ходит, а ему каждый раз вот тебе. Он пытается данные узнать, а какая у вас зарплата, а какие у вас доходы, потому что работодатель всегда плачет, что у нас так плохо, так плохо, а ему другая сторона говорит, ну давайте мы с вами вместе поплачем, какие у вас доходы, сколько у вас, какая у вас прибыль, ой, плохая, ой, она всегда ведь плохая. Если я, скажем, с вами сижу, вам не хватает зарплаты на то, чтобы детей отправить в ВУЗ, их одеть, обутье, так сказать, поддержать, поскольку их стипендия такова, а у меня не хватает прибыли на покупку трех островов. У меня проблема серьезная, а у вас что, какая-то мелочь? и вы хотите подорвать вообще, у меня же все договорился, что мы покупаем, а тут вот пришел и настаивает, чтобы я повысил заплату этим вот работникам. Нету денег. Есть же опять же общий интерес. Общий интерес есть, но я вам докладываю, что я многократно присутствовал на переговорах, никогда работодатели не говорят, когда им просишь, ну давайте покажите, как у вас снижаются доходы, это не секретные данные. Вот никогда не говорят, ни за что. Выступает товарищ и говорит, это же военная тайна. Нет, я понимаю, но работодатель должен понимать, что если он и дальше будет в том же духе не уступать, то начнется забастовка. А он не верит, что начнется забастовка. Некоторые работодатели в это не верят, потому что это трудно очень сделать. Некоторые в это еще больше не верят, чем работодатели профсоюзные деятели. Они по двум причинам не верят, потому что для них большая работа, очень тяжелая и трудная. Они ее не хотят делать, а так они зарплату получают, никакой забастовки нет и хорошо, больше получают, чем рабочие, которые их освободили от труда и сделали профсоюзными руководителями. поэтому поэтому зачем вам об этом думать. А работодатель хочет посмотреть, получится у вас, но если получится у вас сделать забастовку, тогда я вам повышу. Зачем я раньше буду вам повышать? Ну зачем, подумайте. То я должен с этого, с января повысить, а так вы только забастовку сделаете в июле. Значит, вот полгода я себе еще прибыль сохранил, а так вы меня хотите отнять. Это те люди, которые думают не о том, как с помощью технического прогресса увеличить и прибыль и зарплату. Не это, которые думают вот есть прибыль, вот у нас сложилось, ничего уже не надо, все, так сказать, идет как идет по старинке. Вы, наверное, видите, что у нас предприятия не расширяются, а сокращаются. Скажем, был кировский завод, на нем было сколько человек? 35 тысяч. Сейчас сколько? 7,5. Была Светлана. На Светлане было 40 тысяч человек, в основном женский коллектив. А сейчас 3,5 тысячи и так далее. То есть не то, что, и это не потому, что производительность труда выросла, а производительность труда еще и упала, а просто потому, что все сократились, объемы производства. А ведь Светлана производила электронное оборудование, которое теперь все закупают и закупают и закупают. Или вот у нас можно было сделать Сокол, поезд, у нас есть создатели подводных лодок, которые умеют проектировать очень сложные объекты и изготавливать. И вот они сделали такой проект и единственный экземпляр поезда скоростного Сокол, который еще и безопасный был. Они сделали алюминиевые тамбуры, которые в случае лобового столкновения с другим поездом сминаются, а люди, которые в вагонах, все живы остаются. Но если, конечно, вы вышли в тамбур покурить, то, конечно, вам не повезло в этом случае. Тут уж ничего не попишешь. Поэтому бросайте курить и разговаривайте прямо в вагоне. Так вот, этот самый Сокол стоит там на приколе не так далеко от Московского вокзала, а ходит сапсан. То есть обеспечены рабочие места и, соответственно, для немецких фирм. А с этим связана и вся оснастка для оснащения железной дороги, и вся автоматика, которая здесь требуется, и прочее. Все вот с этим связано очень резко. так показывает практика, что работники, которые настаивают на прогрессивном таком направлении, они оказываются двигателями вот этого научно-технического прогресса, потому что работодатель не может отказать, в принципе, особенно под давлением забастовки, когда он понимает, что на самом деле это нормально и прогрессивно. Поэтому работодатели иногда идут по такой линии, а мы посмотрим, удастся ли вам сделать забастовку. Была одна такая забастовка в порту, она была намечена на 1 сентября, давно уже, много лет назад, на 6 утра. А работодатель, который не ушел на уступку, решил посмотреть, получится у них или не получится. Значит, товарищи докеры в 6 утра прекратили работу. Все, порт остановился, полная тишина, а он останавливается один только день, и то не полностью в году 31 числа, а так все время они работают. Нет там ни праздников никаких, ни выходных, все идет постоянно. Ну, естественно, представители работодателя тоже были в 6 утра, смотрели, как будет, что будет. Через три минуты забастовочный комитет, который был сформирован, приостановил забастовку. Он имеет право приостановить в любой момент. Он приостановил через три минуты и предложил представителям вернуться к переговорам. Представители работодателей вернулись на переговоры и подписали все. Потому что они все поняли, народ толковый, а зачем? А представители работников тоже, они три минуты попастовали, что означает приостановка забастовки? Надо за три дня уведомить, и можно уже в другом режиме делать. Можете два часа в день не работать, можете пять часов не работать из 12, можете 7 из 12 не работать, будет 5 часов смена и так далее. Все что угодно. Забастовка это забастовка. А можете сделать так, что полностью остановлена работа? А кто в это время порядок охраняет? Забастовочный комитет. А кто в это время дисциплину поддерживает в порту или на предприятии? Кто забастовку делает, тот отвечает. перед государством уже отвечает, перед собственником. А вдруг у вас что-то пропадет? А вы тут устроили невестно что. То есть это очень серьезное и сложное дело. То есть люди, которые организовывают такую серьезную вещь, как забастовка, они, между прочим, должны обеспечить минимум работ. Мы об этом еще поговорим. Во время забастовки нужно, в больнице надо отправлять больным товары, продукты, тем более медикаменты. медикаменты перестали перегружать, они не пошли, люди поумирали. Допустимо? Недопустимо. Поэтому существует такой порядок, что во время забастовки забастовка обязательно должен осуществлять минимум работы. Об этом он договаривается, что есть минимум. Но это отдельный вопрос, мы об этом будем еще говорить. сейчас мы говорим с вами о переговорах, о переговорах. Ну и вот на этих переговорах должен идти такой творческий процент, процесс обсуждения того, как на основе научно-технического прогресса улучшить жизни тех и других, чтобы плюс был у тех и других. Это правильно будет с точки зрения конфликтолога? И конфликтолог может здесь выступить человеком, который вот как раз последовательно настаивает на вот этой линии. Не на том, что он за одних или за других, а он должен понимать, что решение проблем упирается в развитие производительных сил, прежде всего. От этого никто не проиграет, от развития производительных сил. Это учеба работников никто не проиграет. Вот однажды генеральный директор отчаялся, а с него требуют в первом контрольном терминале, с него требует собственник не подписывать никаких повышения зарплат. А он понимает, что если не будет подписывать, то уже идут коллективные действия. То есть начали люди медленно работать. По правилам стали работать. То есть они вроде как ничего не нарушают, но резко упала выработка. И стало от этого показатели резко ухудшились. А претензий предъявить нельзя никаких Я же могу медленнее вам говорить, сейчас я говорю. Какую акцию сделать? Я могу еще медленнее начать говорить. А вы скажете, он медленнее, а это чтобы вы лучше записали. А то вам может быть не успеть со мной. У нас что, есть какие-то нету никаких норм. норм. Нету никаких норм. Вы нуждаетесь в том, чтобы изложить нам курс за все время тех часов, которые у нас есть? Я не курс излагаю, я вам знания даю. Это разные вещи. Программа курса все равно же есть. Программа не догма. Программа существует для того, чтобы и студенты, и преподаватели знали, по какой линии и какие проблемы будут рассматриваться. Все зависит от аудитории. Если вы это понимаете, я дальше перейду. Если вы этого не понимаете, я еще на этом остановлюсь. А иначе у меня все лекции записываются, я могу читать под фанеру. Сейчас в следующий раз поставьте, пожалуйста, включите, я буду рот открывать. Певцы у нас поют под фанеру. Ну, так а в чем проблема? Зайдите на канал Фонда Рабочей Академии, Конфликтологии. И найдите повторяющийся, и вы там не найдете. Ну, потому что люди не повторяются, студенты, они же другие все время. То есть вот такая концепция переговоров. То есть переговоры такой творческий процесс, когда люди в течение трех, они как вырастут, представляете, вот представители работников, которые все время думают, как наладить производство, чтобы и производительность труда выросла, и люди бы при этом не подвергались опасности, у них бы благосостояние выросло, и они были бы здоровыми при этом. То есть это вот сложно. А это вот, если вы возьмете тот коллективный договор, который я вам дал, и посмотрите, вы увидите, что там всесторонне рассмотрены все аспекты жизни, но не сразу. как вы думаете, вот там вы наверное заметили, что есть основной текст коллективного договора, и есть приложение. Это что значит, как вот проводились переговоры, можно было по всему сразу спектру проводить переговоры, и тогда было бы столько несогласованности, столько несогласий, и что никак невозможно закончить, никак не получается договориться ни о чем. Поэтому сначала есть определенный узкий круг, вот это основной текст коллективного договора, обратите внимание, основной, вот по нему договорились, значит уже подписали коллективный договор, подписали, стороны, подписали, все, там промит. Давайте теперь будем договариваться по этому приложению. Обсуждали, 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 но точно так же выделяется представители сторон до трех месяцев, подписали, все, закончили, следующее приложение. И уже полгода прошло, они все ведут переговоры с администрацией. Администрация привыкла, первый заместитель генерального директора, проводят у него в кабинете, он, значит, уже знает, идут люди, приглашаются консультанты, потому что профсоюз может пригласить консультантов, пожалуйста, тоже знает, потому что я сколько раз у них был в качестве консультанта правкома, ну и там всякие представители директора, главные экономисты, главные юристы, руководитель охраны, соответствующий директор по режиму, они все, конечно, в этом участвуют, все слушают, ну и они в контакте и относятся с уважением друг к другу. Просто потому, что для них это большая такая работа, которую они должны сделать. И так она последовательно решается. Один, одно приложение, второе, третье, сколько там приложений вы насчитали? не считали? Двадцать с чем-то. Больше? Двадцать с чем-то. И вот на каждое предложение были отдельные переговоры. То есть не такое должно быть представление о переговорах. Мы сели и переговариваемся. Мы сели с документами, обсуждаем по пунктам формулировки, в случае необходимости пишем протокол разногласий, какие пункты мы согласовали, какие нет. А вот по согласованным пунктам мы можем взять и вместо того, чтобы сказать, что нет, у нас вот по одним есть, по другим нет, давайте мы напишем протокол разногласий и разойдемся. Нет. А давайте по тем пунктам, по которым мы дошли, достигли согласия. Подпишем коллективный договор. Ну, какой? Узкий. Узкий. А потом будем все остальные в приложении. И будем приложение строить один за другим. И все время получается нарастание. И этот коллективный договор как бы толстеет, 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 толстеет. За нами никто не гонится. Получается, что вот эти партнерские отношения работодателей, работников, они не разовы носят характер, что мы раз в 6 или в 3 года они встречаются и начинают разговаривать или ругаться, или спорить, или бастовать. А они постоянно, конструктивно. и некоторые товарищи делают большую ошибку и записывают, что в связи с успехом переговоров по коллективному договору они записываются, что мы теперь отказываемся от использования забастовок. А забастовка, использование забастовок это право конституционное. Можно отказываться от права конституционного? Нет. поэтому грамотные люди записывают, что по тем вопросам, по которым мы нашли единство, согласовали позиции по этим вопросам в течение этого периода действия коллективного договора забастовок не будет. Это правильно? Вот мы с вами сидели, разговаривали, но работодатель тоже должен знать, что он по этим вопросам может быть спокойным, что он подписал и по этим вопросам забастовок ну а другие как можно отказываться вообще то есть можно то есть работники отказываются от забастовок по тем вопросам по которым согласованы позиции. Это нормально. Это нормально приемлемо. То есть мы не так должны ставить с вами вопрос что или конфликт или согласованность. По одним вопросам согласованность, по другим может быть конфликт. Это разные вещи и не так ставится вопрос что это просто так сказать просто враги. Тут есть единство противоположностей и на это единство противоположностей тоже нужно опираться. Вот все эти моменты нужно учесть если мы решаем вопрос о переговорах. Теперь чем они заканчиваются? Всякие переговоры заканчиваются подписанием каких-то документов. То есть должен быть подписан протокол и в этом самом протоколе обозначено по каким пунктам договорились. Правильно? Писали вот и они перечислены. И вот получилась такая ситуация на этом предприятии. Первый рекоменал что по всем пунктам договорились уже вот он готов почти до коллективного договора. И остался последний как бы последний пункт подписать теперь коллективного договора в целом. Генеральный директор и вот там единый представитель органов работников ЕПОР председатель профсоюзной организации ДОКЕРОВ и председатель профсоюзной организации ПРВТ профсоюза работников водного транспорта. Генеральный директор наотрез рассказался подписать коллективный договор. Откройте последнюю страницу коллективного там есть подпись генерального директора? Должна быть. Должна быть. Последнюю страницу. На последней странице. Ну все, приложение это все же неотъемлемая часть договора приложения. Приложение разве не входит в коллективный договор? Дима, все приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора, поэтому смотреть надо в конце. Это вы приложение берете? Приложение. А надо подпись под всем коллективным договором. Где она? Нет ее? Последняя страница. Ну нет ее. Это лист последняя, а страница не последняя. Страница еще надо повернуть. Ну то и да, я имею в виду, что... Поверните еще. Тут содержание уже. Вот и все, под содержанием должна быть последняя страница. Все, текст закончился, под текстом живой школы. Вот здесь, да. Нету? Нету. И вот товарищ сержант, мне тут прият очередной встречи, говорит, что нам делать? Не подписывает генеральный директор. Вроде мы все согласовали, по всем вопросам все подписали, а не подписывает и все. Что, идти к нему? Я говорю, зачем вы к нему пойдете? Я говорю, наверное, ему сказал хозяин, что если ты подпишешь, мы тебя уволим. Зачем вы туда пойдете? А хозяин мешал вам подписывать отдельные эти приложения? Не мешал. Вот тот основной текст. Мешал подписывать? Не мешал. Возьмите и сдавайте. Вот мы им издавали, фонд рабочей академии издал им вот этот текст. И принесите своему работодателю вот этот текст и сдайте ему 50 экземпляров. И все. И все люди, которые там занимаются решением вопросов, это бухгалтерия, директор по режиму, главный юрист, главный экономист, выражены были вот этой книжечкой и спокойно продолжали работать. Генеральный директор выполнил то, что ему сказал хозяин. Что он ему хозяин сказал? подпишешь, уволю. Так он не подписал? Не подписал. А вам что нужно? Подпись в конце или вам нужно на какой-нибудь пункт сослаться? Он же подписан, все пункты подписаны. Вам нужно ехать или шашечки? Как говорят про таксистов. Вам шашечки нужны или ехать? Если ехать, ну, поезжайте. А если вам только шашечки нужны, то есть вам подпись нужна в конце? Нету. Но это единственная книжка, которая уникальна, в которой есть под каждым приложением опять печати, все три. То есть все они юридически означают обязательность для сторон выполнения этого всего. То есть, если все эти пункты выполняются, вам номер важен? Номер статьи не важен. Номер приложения важен? Тоже не важен. Вам важно, что есть в конце или нет еще итоговые печати и подписи? Не важен. Все. На этом, так сказать, работа с коллективным договором была закончена, хотя, казалось, ну, вот я выполнял такую роль как бы специалиста-конфликтолога, который, ну, посоветовал, что нужно сделать. Да и сдайте ее, да и берите, и все, и считайте, что вопрос закончен. И тут председатель правкома с легким сердцем, так сказать, пошел ни к какому к генеральному директору не пошел, так сказать, они выделили средства, напечатали, средства у них есть в правкоме, напечатали еще и весь разговор. Это говорит о чем-то? Надо думать не о том, как конфликтовать. Я говорил о том, что без конфликтов не обойдешься, но это вовсе не значит, что конфликт представляет собой цель. Мы когда говорили, что если противоречие обостряется, то иногда мы попадаем в ситуацию, когда сила аргументов заменяется аргументами силы, но это все равно не является ни целью и ни самоцелью, правильно? А вот самую целью и самоцелью является развитие производства и развитие работников. И если имеет место развитие производства и развитие работников, то цель профсоюза, по крайней мере, тут достигается вполне Вот это я хотел вам доложить по вопросу о коллективных переговорах То есть, такие детские представления о том, что меня научат риторики, как выступать, придыхаем говорить, смотреть, улыбаться на этого самого И на одного своего контрагента, так мы все улыбаемся в любом случае Про забасовку можно говорить, улыбаясь Ну тогда он по басту, может, извините То есть, вообще не надо ругаться никогда, ни в какой ситуации все это можно делать Это же конституционное право, как это по поводу конституционного права надо ругаться? Как-то странно даже То есть, вопрос о переговорах – это вопрос в том числе и об исчерпании тех средств, которые относятся к силе аргументов Вот следующая тема у нас, которая за ней идет, уже не коллективные переговоры, а коллективные трудовые споры А под этим в нынешнем законе, в Трудовом кодексе, понимается на самом деле подготовка забастовки Потому что переговоры-то закончены, вот раздел есть, коллективные переговоры, но не договорились О чем это говорит? Исчерпаны сроки и возможности аргументами решить эту проблему А желательно бы, поэтому я, например, всегда советую, не торопитесь вы с этими коллективными трудовыми спорами Есть вот раздел коллективные переговоры, идите на коллективные переговоры, попытайтесь делать то, вот Дима всегда советовал сначала попереговариваться Вот я тоже так считаю, это правильная позиция Но только не надо ее абсолютизировать, как вообще абсолютизация чего бы то ни было, не все не полезно Вы рассматривали период переговоров лишь как передышку для подготовки забастовки Да, очень часто так и бывает, потому что ни один коллективный договор хороший, я вам докладываю уже из опыта работы Ни один коллективный договор хороший без абастовки заключен не был Но это не значит, что не нужно попробовать все это сделать То есть прежде всего надо попробовать решить все, что можно решить на этапе переговоров Меньше будет вопросов, по которым надо будет бастовать Уже хорошо, правильно? А зачем по всем вопросам? Все, по всему кругу, не надо Так, на этом мы сегодня закончим, спасибо за внимание Значит, надеюсь, что в следующий раз будут уже выступающие Субтитры сделал DimaTorzok